итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 8 ноября давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро и британский фунт продолжили свое снижение в паре с американским долларом начато еще в начале этой недели в понедельник ну и объективно такой такая резкая смена курса представители федеральной резервной системы началась она еще в начале этой недели политики продолжилась на вчера политики начали заявлять о том что в принципе да как бы ставки ставками но борьба с инфляцией продолжается и конечно никто не хочет загонять экономику в рецессию никто не хочет но никто не хочет допускать ее перегрева поэтому мы будем дальше смотреть на данные операции и уже принимать прогнозы так как высока вероятность что процентные ставки что инфляция вновь продемонстрирует рост в конце года ну и собственно все это как вы видим влияет на рисковые активы и приводит к укреплению американского доллара очевидно что политики конечно же продолжают мониторить ситуацию но такая резкая смена позиции еще на заседании 1 ноября которое состоялось комитета по открытым рынкам было сказано и сделаны конкретные намеки на то что вполне возможно ставки и не будут больше повышаться в этом году но как мы видим сейчас ситуация спустя там неделю чуть больше кардинально меняется и соответственно рынки на это все реагируют хотя тот же рынок акций но пока сильно от этих заявлений не страдает ключевым моментом я думаю сегодня будет у нас выступление председателя совета управляющих фреджером паула давайте с вами посмотрим экономический календарь и поговорим об этом конкретнее напомню что именно паул был сторонником более мягкой позиции федеральной резервной системы в будущем так как другие члены комитета разделились на два лагеря одни в принципе хотят подождать и посмотреть другие в принципе готовы остановить текущий цикл повышение процентных ставок мы посмотрим что скажет председатель совета фрс и я думаю что окончательно он расставит все точки над и как политики будут дальше смотреть на текущую денежную кредитную политику федеральной резервной системы но если опять же паул займет более мягкую позицию то евро и британский фунт могут вернуться к росту если будет заявлено вдруг что да все таки необходимо посмотреть подождать получить больше данных за тот же ноябрь перед заседанием декабрьским то вполне возможно что спрос на американский доллар и вернется кроме этого выходит нас индекс потребительских цен по германии видим что не прогнозируется в октябре вообще никакого роста 38 процента годовых ожидается снижение с четырех с половиной процента но омечено вычисление как вы видите по нулям если инфляция будет ослабевать то с одной стороны это как бы может и оказать внутреннее давление на европейскую валюту но не думаю что сильно изменится техническая картина выходят нас также данные по изменению объема рочной торговли италии изменение объема рочной торговли еврозоны но данные за сентябрь даже если там будет какое-то сокращение на 02 в месячном и 32 в годовом ну не думаю что это сильно отразится на позициях покупателей европейской валюты кроме председателя фрс выступает нас лиза кук выступает нас член отправления cb нагель ну и в целом у нас также состоится встреча еврогруппы и больше никакой другой фундаментальной статистики нету кроме интервью других представителей фрс в лице вильямса бара но я думаю что весь акцент конечно же будет сделан на пауле и на том что он скажет что касается непосредственно у нас теперь технической картины часовой график евро доллара видим что хорошо просадили вчера были у нас покупки в районе 0 675 довольно неплохо они себя отработали во второй половине дня и теперь я думаю акцент нужно сделать 0703 если медведи защитят этот диапазон формирования ложного пробоя даст хорошую точку на продажу и на повторное обновление 0 667 с перспективой 0 642 и 0 616 0 616 посмотрю покупки на отскок движение в 20-25 пунктов но длинные позиции от 0 667 после защиты минимумов недели либо ложный пробой на 0 642 все это будут точки входа длинные позиции так как с восходящей тенденции как мы видим далеко не покончено но и текущая коррекция является не более чем коррекции прорыв 0 703 возврат под контроль этого уровня конечно же даст еще одну точку входа в длинные позиции после обновления теста сверху вниз в расчете на возобновление бычьего рынка и на тест 0 729 с перспективы на все 53 где посмотрю продажи на отскок с тем же движением 20-25 пунктов короткие позиции от 0 729 ровно так же как от 0 703 буду смотреть только при формировании ложного пробоя что касается британского фунта здесь мы видим в принципе история ровно такая же отличная точка входа на покупку от 2263 у нас была вчера концу американской сессии ну и будем надеяться что быки не оставит этот уровень и сегодняшнее снижение после обновления минимума вчерашнего дня формирование ложного пробоя на 2263 будет хорошим сигналом на открытие длинных позиций учитывая что никакой фундаментальной статистики кроме выступления губернатора банка англии эндрю бейли сегодня нету то заявление бейли могут положительно повлиять на британский фунт и позволит покупателям защитить 2263 в случае возврата под контроль 2299 закрепение на этом уровне хорошая точка входа также на покупку британского фунта с перспективы рывка на 2328 и 2366 где посмотрю продажи на оскок с движением в 30-35 пунктов короткие позиции от 2299 ровно как от 2328 буду смотреть только при формировании ложного пробоя ну а если фунт реагирует падением на выступление бейли прорыв закрепением ниже 2263 конечно же придет сносу ряда стоп приказов быков и к дальнейшему движению фунта на 2223 и 2184 откуда посмотрю длинные позиции на отскок с движением в 30-35 пунктов покупки от 2223 ровно как и 2263 только при формировании ложного пробоя всем удачи